добрый день уважаемые подписчики продолжаем проектировать с вами печь полимеризации сейчас мы сделаем отверстие для установки вентилятора для выхода они будут симметричны относительно короба так как мы будем располагать симметрично относительно грани этого короба выделяем верхнюю грань выбираем создать эскиз первое что мы сделаем это очертим габариты наших тенов они у нас по длине 290 от угла там прямоугольник длину его назначаем на 290 вот здесь будут у нас заканчиваться наши цены соответственно отверстие нужно будет сделать центре для этого мы возьмем сделаем массивые линии по центру нашему угольничка и относительно этого центра мы сделаем квадрат размер этого квадрата мы возьмем из чертежа вентилятора в качестве вентилятора мы возьмем вентилятор третьего размера вот он здесь можно увидеть а внутренние размеры входа вентилятора идут у нас 221 отверстия для крепления идут по линии 255 и отверстия между собой отстают на 200 соответственно нам надо будет сделать три квадрата один 200 на 200 другой 221 на 221 и третий 255 на 255 и все это относительно центра нашего прямоугольника выбираем прямоугольник единственно нужно поменять прямоугольник по двум точкам центр и два размера вручную вводим 221 221 1 следующий 255 255 и 3 200 на 200 вот есть теперь для того чтобы нам можно было дальше работать нам нужно удалить размеры внутреннего квадрата 200 на 200 так как мы будем эти линии продлять внутренние размеры сечения 221 на 221 оставляем и продляем продляем до нашего внешнего размера 255 на выбираем 255 выбираем облинить и вот каждую из этих линий облиняем до пересечения с этой линии 255 вот линии 200 пересекается с 255 сами нам эти размеры особо не нужны мы можем удалить лишнее обрезов ненужное 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 я оставим я оставим только вот эти части небольшие следующее что мы сделаем это превратим прямую линию вспомогательную населую населую чтобы здесь нам нужно было отверстие сделать так вот давайте все прямую тоже вот 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 достаточно так так но все вот эти размеры лишнее ну nữa убрать отсюда прямоугольник оставляем внутренний квадрат и отверстие болты возьмем с вами на 12 отверстие точнее для болтов на 12 теперь нет эскиз и попробую 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 и артемия и 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 здесь мы на этих гранях сейчас сделаем все отверстия возьмем также помогать ему линию вот стук сделаем 12 12 затем мы здесь края дверсти на 12 50 фи а а нет а а а кукол кукол Дальше мы будем вверх. Да, мы вверху 39. Все на то. Расстояние с LMP 50. 51 мм. Минометр. второе направление еще раз Управление 1, 9, 6, 5, Управление 2, Управление 2, Управление 3, Управление 3, Управление 1, шоколадной еще раз проверяем 70 сверху у нас 50 20 миллиметров девица вот так можно оставить одна есть еще 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 21 22 22 22 24 24 21 22 22 23 22 24 25 25 а а и 8 Продолжение следует... 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 Сохраним нашу сборку... Какая особенность эксплуатации данных тенов? Во-первых, в зависимости от того, в каком ряду будут находиться у вас тены, будет зависеть на сколько долго они у вас прослужат. Более холодный воздух поступает сверху, направляется через все группы тенов вниз. А в результате у вас верхние тены прослужат гораздо дольше, потому что температура на верхних тенах воздуха будет ниже значительно, чем на нижних. Вот буквально месяца через 2-3 вам нужно будет обязательно заглядывать. Если вы будете каждый день эксплуатировать вашу печь, то соответственно вам раз в месяц 100% надо будет заглядывать в тены и смотреть состояние, в первую очередь, конечно же, нижних тенов. Ну и периодически раз в неделю мерить токи в каждой группе, смотреть, как у вас поменялись токи, соответственно, открывать, смотреть контакты в первую очередь, не открывая вам печь. И уже после этого принимать решение. Если токи не меняются, значит все хорошо, все работает нормально. Если токи меняются, значит где-то что-то может пойти не так. Что может быть? Ну в первую очередь, конечно же, тены. Нижние тены горят, выходят из строя раза в 4, быстрее, чаще. Верхние тены практически, они, можно сказать, на год, на два их хватает смело. Нижние при высокой интенсивности эксплуатации у вас будут вылетать раз в 2 месяца, может быть в 3. Или еще что может быть? Контакты, шпильки, которым вы будете прикручивать провода, вот здесь. Если вы их не будете обжимать наконечниками специальными, соответственно, у вас будут постоянно плохие контакты, гореть и обугливаться. И здесь сами шпильки уже очень часто отваливаются. И еще один момент, что может выходить из строя, это обмотка проводов. Позже о провдах мы с вами остановимся. Провода надо брать в термостойке, но в любом случае у вас провода должны будут закрыты от прямого контакта. То есть надо будет сделать крышку, крышку, опять же, она будет не простой крышкой, она будет особенной, эта крышка. Вот, эта особенность повлияет на эксплуатацию. Если вы ее сделаете неправильно, провода у вас, опять же, будут гореть гораздо чаще. В следующем видео мы с вами рассмотрим, как нам расположить вентилятор, как спроектировать этот вентилятор, только для того, чтобы его установить в эту печку, посмотреть, как по высоте он у вас будет и так далее. Саму улитку проектировать не будем с тонким кожухом, с лопастями, просто возьмем корпус. Вот, опять же, где у нас, здесь, вот, из этого рисунка сделаем вот такой чертеж. На основании этого чертежа сделаем модель, цель налитую, только для того, чтобы нам получить корпус и выход вала. Потому что, в зависимости от этого, у вас будут проектироваться крепления под подшипники, будут проектироваться, как сделать так, чтобы двигатель служил дольше. Двигатель, тоже слабая часть, вот, в этой всей истории. Если вы его утопите внутрь печки, он у вас будет гореть. При неправильной эксплуатации у вас будут выходить подшипники. Как сделать так, чтобы это было у вас, без касаемо вас, эксплуатировалось долго и надежно, при минимальных затратах, тоже чуть позже рассмотрим в следующих видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok